Новые технологии строительных материалов Производство строительно-отделочных материалов не стоит на месте. В условиях конкуренции разные производители постоянно разрабатывают новые решения и патентуют инновационные разработки, которые направлены на улучшение внешнего вида и свойств материалов, а также создание уникальных продуктов, доверять или нет новейшим технологиям в строительстве и отделке, каждый решает для себя. Но не следует забывать о том, что они позволяют упростить проведение ремонта и по-новому украсить интерьер. Самовосстанавливающийся бетон Специалистам из Голландии удалось решить одну из главных проблем при строительстве зданий – обеспечение долговечности конструкций. Они разработали новую технологию изготовления цемента, который способен самопроизвольно восстанавливаться благодаря присутствию молочнокислого кальция и определенных бактерий. Живые бактерии питаются молочнокислым кальцием и перерабатывают его в известняк, который будет заполнять возникающие микротрещины и таким образом устранять все микроскопические разрушения. Эта новая технология живого бетона в производстве строиматериалов позволит значительно сэкономить в будущем на времени и ремонтных материалах, поскольку он изначально содержит все необходимые компоненты. Стеклянная черепица Компания Soltech Energy из Швейцарии разработала уникальный строительный материал для кровли зданий – черепицу из стекла. Она оснащена встроенными фотоэлементами, которые накапливают энергию солнечных лучей и позволяют использовать ее для различных потребностей – подогрева воды, отопления, работы электросетей. Такая черепица изготавливается из каленого ударопрочного стекла, поэтому не уступает по прочности традиционным керамическим аналогам. Форма и размер отдельных стеклянных элементов соответствуют параметрам керамической черепицы. Поэтому их можно использовать для частичного покрытия крыши. При этом максимальная эффективность от ее использования достигается на крышах, обращенных к южной стороне. Умный бетон Чтобы снизить риск наводнений в городах, английская компания TAMAC разработала бетон TopMix Pameble. Его главная отличительная характеристика – высокая способность пропускать воду. Впитывают до 300 мм в час, то его новая версия – 36 тысяч мм в час, около 3300 литров в минуту. Новая технология производства строительного материала подразумевает использование вместо песка кусочков гранитного щебня, через которые вода будет просачиваться, а затем поглощаться почвой. Это особенно актуально в крупных городах, где с каждым годом остается все меньше открытой почвы для поглощения воды. Кроме снижения риска затопления, использование проницаемого бетона позволит поддерживать сухость и безопасность улиц. К недостаткам TopMix относится относительно высокая цена по сравнению с обычным бетоном и возможность использования только в местах с не слишком холодным климатом, поскольку низкие температуры будут вызывать расширение бетона и, соответственно, разрушение покрытия. Льняные изоляционные плиты Экологичность – одно из главных направлений развития новейших технологий и материалов в сфере строительства, поэтому плиты из спрессованного льна, пропитанные природными слоями бора, вписываются в этот тренд как нельзя лучше. Они отличаются влагой и огнеустойчивостью, не поддерживают развитие грибков и плесени и не накапливают конденсат, поэтому подходят для эксплуатации в условиях повышенной влажности, в банях, конструкциях подкровельного и мансардного утепления. Льняные плиты могут обеспечивать качественную теплоизоляцию до 75 лет. Для сравнения, срок службы утеплителя из стекловаты – 15-25 лет, а из минеральной ваты – до 50 лет. Биоразлагаемый пластик Американская компания Ecovative Design, специализирующаяся на разработке различной продукции из грибов, презентовала уникальный биоразлагаемый пластик – Mushroom Materials. Он включает отходы сельхозкультур, кукурузные стебли, шелуху семян и мицелий грибов, которые за счет природных связующих свойств используются как природный клей. Впервые компания использовала грибной стройматериал для строительства первого в мире дома из грибов. Компактное жилье размерами 3,6 метра на 2 метра. Легко можно разместить в перевозном трейлере. Специалисты компании уверены, что новый материал может использоваться не только в строительстве, но и в других отраслях, где используются пластмассы. Смарт-стекло Еще одна новая технология, которая используется в строительстве для производства окон – стеклянных дверей и перегородок. Смарт-стекло – умное стекло. Его главное преимущество – способность изменять оптические характеристики – поглощение тепла, матовость, светопропускную способность под воздействием условий окружающей среды. К этой категории также относятся самоочищающиеся, самообогреваемые и автоматически открывающиеся окна. Благодаря их использованию можно уменьшить теплопотери, сократить затраты на кондиционирование помещения и даже заменить привычные шторы и жалюзи. Но у смарт-стекол есть и недостатки в виде высокой цены и необходимости подключения к электросети для некоторых изделий. Гибкий камень – одна из новых отделочных технологий, которые относятся к разновидности обоев и имитируют структуру и цвет разных видов камня – песчайника, сланца, клинкерного кирпича и т.д. Он производится на основе песчайника и экологически чистого полимера, за счет которого новый материал является гибким, прочным, легким и удобным в применении. Эти свойства позволяют использовать его для отделки не только ровных поверхностей, но и для объектов сложных форм – каминов, колонн и т.д. Гибкий камень имеет толщину 1,5-3 мм и накладывается полосами на стену, предварительно покрытые клеевым составом, после чего затираются все стыки. Он стойк к истиранию и выгоранию, поэтому подходит для отделки любых помещений и частей дома, ванных комнат, кухонь, саун, бассейнов, каминов. Цветущие тепловые обои. Главная особенность этого отделочного материала – способность менять цвета или проявлять дополнительные детали узоров в случае изменения температуры помещения или прилегающих к обоям предметов. Эффект достигается благодаря новой технологии изготовления отделочных материалов с использованием термокраски, которой наносятся рисунки на полотно. К примеру, при низкой температуре на обоих можно увидеть только зеленые стебли с небольшими бутонами, но при повышении температуры до 23 градусов бутоны увеличиваются, а при 35 на них появляются пышные яркие цветы. Эта удивительная новинка привнесет изюминку в любой интерьет и долго не будет надоедать хозяевам дома. К недостаткам этого вида отделки относится высокая цена, а также определенные требования к помещению. Тепловые обои следует клеить там, где можно создать условия с перепадами температур, вблизи источников тепла, в помещениях, доступных солнечному свету или с регулируемой температурой. Живая плитка. Это относительная новинка в отделочных материалах, которая моментально меняет рисунок поверхности при прикосновении или шагах человека. Технология производства живой плитки подразумевает использование поликарбонатной капсулы в форме круга прямоугольника или квадрата, которая заполняется специальным цветным гелем. При давлении на поверхность последний движется и растекается, а если давление исчезает, узор частично восстанавливается до первоначального. Такая плитка хорошо моется и поглощает звуки и вибрацию, поэтому передвижение по ней не создает практически никакого шума. Она может использоваться в отделке любых горизонтальных поверхностей, начиная от полов в разных помещениях и заканчивая столешницами. К недостаткам живой плитки относится восприимчивость к низким температурам и царапинам, которые могут оставлять острые предметы. Представленные в этой подборке новые строительные и отделочные материалы являются новинками на данный момент времени, но в ближайшем будущем они могут получить широкую популярность и занять место привычных нам, но уже устаревших и менее функциональных строематериалов. Со временем на смену перечисленным новинкам будут приходить другие, и так будет до тех пор, пока человек стремится к удивительным открытиям и нестандартным решениям для усовершенствования своей жизни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова